Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас завершающая лекция нашего семестрового курса классической механики. И тема сегодняшнего занятия – это интегрируемые системы и теорема Леувиля об интегрированности. Интегрируемые системы. Теорема Леувиля. Она часто называется Арнольда Леувиля. Давайте вначале начнем с первой части этого материала, а именно рассмотрим понятие об интегрируемых системах. Я должен оговориться, на самом деле понятие вполне интегрируемости было не только Леувилем в своих работах сформулировано, а также мы знаем работы Якоби, в которых он тоже достигал нужной степени детализации в решении соответствующих дифференциальных уравнений. И более того, на этом точка не поставлена. То есть понятие интегрируемости – это понятие некое синтетическое, понимаемое во многих смыслах. Особенно, когда добавляется сюда система с бесконечно мерным фазовым пространством, то есть уравнение в частных производных, то тогда понятие интегрируемости – это отдельная задача, как сформулировать аккуратно понятие интегрируемости так, чтобы у нас был класс содержательный, интересный, не пустой, и нужные системы выделял из общего числа. Но, слава Богу, мы в данном случае работаем в конечномерном случае с системой обыкновенных дифференциальных уравнений, и для них понятие интегрируемости наиболее распространенное принадлежит Леувилю. А именно, если у нас система 2n дифференциальных уравнений существует, система обыкновенных дифференциальных уравнений из 2n уравнений, то из курса обыкновенных дифференциальных уравнений мы понимаем, что система может быть проинтегрирована в квадратурах, если предъявлено у нас 2n первых интегралов. Тогда возможно исключить последовательно соответствующее неизвестное и свести к системе одного уравнения относительно одной неизвестной, которая интегрируется в квадратурах и в дальнейшем восходящей подстановкой определить все то, что нам необходимо. То в нашем случае, о чем пойдет речь? Система, если имеет гамильтонов вид, то тогда у нас достаточно всего n первых интегралов, первых интегралов, чтобы получить решение в квадратурах. Ну и первый вопрос, который у нас в этой связи возникает, это формулировка классической теоремы, которая принадлежит первой из ее частей этой теоремы самому Леувилю, а в дальнейшем, уже в 20 веке, Владимир Игоревич Арнольд дополнил соответствующую формулировку более точными свойствами решений и соответствующих в случае компактных многообразий уровня первых интегралов, некоторых дополнительных свойств. Так что мы будем называть эту теорему Арнольда Леувилля, и коснемся как раз этого вопроса. Теорема Арнольда Леувилля об интегрируемых системах. Напомним, что функция F является первым интегралом системы с гамильтонианом, с функцией гамильтона H, тогда и только тогда, когда скобка Пуассона нашей функции F с функцией гамильтона нашей системы тождественно равна нулю. Ну и определение. Дадим определение. Две функции F1 и F2 на симплектическом многообразии находятся в инволюции если скобка Пуассона этих функций тождественно равна нулю. Теперь дадим формулировку теоремы Леувилля, и по сути этот результат мы будем на протяжении сегодняшней лекции доказывать с помощью нескольких последовательных стадий. Многоступенчатое такое доказательство. Предположим, что на симплектическом двоймерном многообразии даны N функций в инволюции то есть это у нас набор F1 и так далее Fn такие, что F и T FGT скобка Пуассона равна нулю для I и J равных от единицы до N Рассмотрим множество уровней множество уровня функций F и T Специальное обозначение для нее введем, которое будет на протяжении сегодняшней лекции очень активно эксплуатироваться это множество таких X нашего симплектического многообразия, что F и T от X равняется F и T малая опять же где I от единицы до I или еще часто называют совместное множество уровня Давайте вот это слово заменим Предположим, что на N F N функций независимы N функций F и T независимы то есть N один форм D F и T линейно независимы в каждой точке MF F тогда первое утверждение MF гладкое многообразие инвариантное относительно фазового потока фазового потока с функцией Гамильтона H равное F1 ну естественно, что мы выбрали совершенно произвольный F1, могли бы любую другую функцию взять если второе утверждение функция простите если множество MF многообразие MF компактно и связано то оно дифиаморфное Мерному Туру с координатами с координатами F1 F1 извините по модулю 2P третье утверждение фазовый поток с функцией Гамильтона H определяет на M условно-периодические движения то есть в угловых координатах мы имеем ДФИ по ДТ равняется Омега где Омега есть функция F где F это набор наших констант фиксирующих наше многообразие MF и наконец четвертое утверждение канонические уравнения с функцией с функцией Гамильтона H интегрируется в квадратурах на самом деле это одна из самых фундаментальных теорем нашего курса и она фактически служит исходным пунктом для рассуждения в случае когда у нас система близка к такой которая описана в условиях теоремы но является не интегрируемой полиувилю тогда мы переходим в плоскость рассмотрения теории возмущений и хорошо известно всем утверждения которые составляют суть теории Калмогорова Арнольда Мозера о том как в универсальном случае ведут себя системы близкие к интегрируемым к сожалению это достаточно объемный материал который может быть появится в виде отдельного специального курса ну и конечно же которые вы можете найти материалы по этому поводу в известной вам монографии Арнольда Калзлова не из штата ну или например увидеть в популярной лекции которую прочитал Дмитрий Валерьевич Трещев на эту тему это первое во вторых эта теорема нам сама по себе важна не только как отправная точка потому что она с какой-то точки зрения говорит о том что все интегрируемые полиувилю системы будут с некой точки зрения эквивалентны друг другу но конечно же мы их можем дальше продолжать классифицировать по различным особенностям которые в таких системах появляются и это нас подводит вплотную к другой ветви которая фактически составляет теории интегрируемых по Гамильтону систем и например такие теории как теория Мищенко-Фоменко соответствующие топологические варианты которые такие системы обладают позволяют классифицировать нужные нам системы и конечно же дать с какой-то точки зрения исчерпывающий ответ о динамике таких систем поэтому это отправная точка для многих рассуждений ну и наконец обобщение в случае когда у нас системы Гамильтоновы но при этом обладают некой более сложной структурой фазового пространства конечно же они в каком-то виде пытаются как можно дольше продлить аналогию которая заложена в теореме Арнольда Леувиле поэтому это с какой-то точки зрения увенчающий наш курс утверждения ну и мы попытаемся сегодня доказать это утверждение так чтобы оно было в вашем активе давайте во-первых перед доказательством пару замечаний мы укажем ну и одна из самых интересных вещей это то что мы на предыдущей лекции с вами рассматривали формализм Гамильтона и Коби то есть соответствующее уравнение которое позволяло нам проинтегрировать некоторые уравнения так вот по сути дела мы можем с вами сделать следующее замечание что если каноническая система если каноническая система интегрируется методом Гамильтона и Коби методом Гамильтона и Коби то она имеет n первых интегралов в инволюции первых интегралов в инволюции ну и по сути дела это действительно так мы можем с вами вспомнить что в основе этого метода лежит каноническая замена которая позволяет нам оставить гамильтонову структуру она переходит от одних канонических переменных к другим так чтобы у нас в новых переменных гамильтониан имел наиболее простой вид что позволяет сразу предъявить квадратуру таких уравнений и в частности мы с вами помним что новые импульсы П большие были такими интегралами они находятся очевидно в инволюции это и есть как бы в явном виде предъявления такого вот утверждения справедливости его в том что у нас ПИТ ПЖИТ всегда в инволюции это можно убедиться ну и метод Гамильтона и Якоби по сути дела с какой-то точки зрения это воспроизводит перейдем к доказательству оно будет многоступенчатое поэтому давайте начнем с первого этапа во-первых рассмотрим множество уровня рассмотрим множество уровня интегралов наших первых МФ которые есть по-прежнему ХИТ такое что ну давайте мы просто точнее Х такое что Ф Большое ИТ равняется константам ФИТ малое и у нас от единицы до Н по-прежнему пробегает по условию Н один форм ДФ и Т линейно независимы в каждой точке МФ следовательно по теореме о неявной функции МФ МФ есть н-мерное многообразие под многообразие двоенмерного фазового пространства МФ Рассмотрим первую лему на н-мерном многообразии на н-мерном многообразии МФ существует N касательных векторных полей попарно-коммутирующих и линейно независимых в каждой точке Рассмотрим рассуждение, которое предъявляет доказательства этого факта Симплектическая структура фазового пространства определяет оператор И переводящая один формы в векторные поля Этот оператор переводит один формы ДФ и Т в поле и на ДФ и Т фазовой скорости системы с фазовым с функцией Гамильтона извините Ф и Т покажем что Н полей и на ДФ и Т касаются МФ коммутируют и независимо И я то, что мы хотим показать выделю, как обычно подчеркиванием Рассуждение из независимости ДФ и Т и Невырожденности и невырожденности в каждой точке МФ поля ДФ и Т и ДФ и Т попарно коммутируют так как скобки Пуассона их функция Гамильтона и Ф и Т и Т дождевственная ноль по условию по этой же причине скобки Пуассона их ноль по той же причине по той же причине мы такую эквивалентную формулировку тоже рассматривали производная функции Ф и Т по направлению поля и ДФ и Т равны а нулю для всех и Ж от единицы до Я значит поля и ДФ и Т касаются многообразия МФ что и требовалось показать ну и мы в следующем материале будем использовать поэтому заметим что у нас доказано больше а именно следующие два утверждения многообразие это один штрих многообразие МФ инвариантно инвариантно относительно каждого из n коммутирующих фазовых потоков каждого из n коммутирующих фазовых потоков ж т и и т с функциями гамильтона ф и т то есть ж т ж с есть то же самое но и тут у нас и и ж буковки то же самое что ж с ж и т и 1 2 штриха многообразие МФ нулевое нулевое ну что это обозначает то есть два формы омега 2 обращается в ноль на касательном пространстве ТМФ в точке Х ну вот это можем по сути дела каким образом заметить что действительно н векторных полей н векторов и ДФ и Т в точке Х попарно-косо-ортогонально так как у нас Ф и Т коммутатор с Ф житым ноль и образует базис в касательном пространстве в касательном пространстве в касательном пространстве к многообразию МФ в точке Х МФ запомним эти утверждения и третий пункт давайте немножко отвлечемся от прямого доказательства и используем некоторую технику которая нам потребуется для того чтобы все утверждения строго обосновать многообразие на которых транзитивно действует группы РН ЛЕММА-2 ПУСТЬ МН КОМПАКТНОЕ СВЯЗАЕМА ДИФЕРЕНЦИРУЕМА КОМПАКТНОЕ КОМПАКТНОЕ СВЯЗАЕМА ДИФЕРЕНЦИРУЕМА Н-мерное многообразие на котором задано н векторных полей на котором задано н векторных полей по парно коммутирующих по парно коммутирующих и линейно независимых в каждой точке нашего МН тогда МН ДИФЕРЕНЦИРУЕМА ДИФЕРЕНЦИРУЕМА ПУСТЬ У НАСЕСТЬ ЖТИТ ТОЕСТЬ И ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ГРУП ДИФЕАМОРФИЗМОВ ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ГРУП Н Соответствующих заданным н векторным полям Так как поля коммутируют ГРУПЫ ГРУПЫ ЖИТС ИНДЕКСОМ Т ЖИТС ИНДЕКСОМ С Так же коммутируют ГРУП Мы можем определить действие G Мы можем определить Действие Коммутативной группы Коммутативной группы РН Которую мы с вами Параметризуем Такой вот переменной ВЕКТОРНОЙ Т На многообразии М Как мы это действие определим? Полагая ГРУПЫ С ИНДЕКСОМ Т МВ Так что ГРУПЫ РАВНЯЕТСЯ ГРУПЫ 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 Естественно при этом Т которую мы вот здесь упомянули как переменную, это t1, tn, который является элементом rn. Очевидно, легко можно это проверить, что gt плюс s равняется gt, gs для любых t, s принадлежащих rn. И теперь, если мы зафиксируем некую точку x0 нашего многообразия m, то мы заметим, что тогда возникает отображение, которое определяется g от t нашего аргумента, это есть просто g от x0. То есть мы x0 фиксировали и тогда у нас это отображение. Ну и как оно действует? Точку x0 необходимо сдвинуть на t1 по траекториям первого потока который g1 с t1 далее на t2 вдоль второго потока и так далее что вот это такое. Ну так как у нас действие коммутативно, то соответственно неважно в каком порядке мы сдвигаем, напоминаю. Единственное, что заметим, что у нас это отображение g rn в m не является взаимно однозначным это очевидно, потому что у нас mn по условию компактно, а rn нет. и мы хотим с вами поинтересоваться прообразами точек которые являются прообразами точек нашего многообразия при отображении g. в связи с этим введем определение стационарной группой точки x0 называется отображается множество гамма точек t принадлежащих rn для которых действие этого потока оставляет точку неподвижной. Мы потом рассматривая на семинаре соответствующие утверждения которые разбиты в серию задач можем показать свойства этой стационарной группы а сейчас мы их пока просто сформулируем стационарная группа гамма это определенная независимая независимая от x0 подгруппы группы rn кроме того можно показать как раз мы это сделаем что точки стационарной группы лежат в рн дискретно такие подгруппы называются дискретными подгруппами что значит дискретно и как мы будем показывать на самом деле дело в том что у нас можно считать что rn какая-то ее область является картой некой точке x0 нашего многообразия которую мы фиксируем для того чтобы же рассматривать и мы можем считать что у нас соответствующие координатные функции осуществляют дефиоморфизм ну и соответственно это обозначает что окрестность переходит в окрестности мы можем оказывается но в силу особенности этой группы считать что у нас точечки точечки которые соответственно попадают в окрестность некоторых точек т друг от друга отдельно то есть существуют небольшие окрестности на многообразии в окрестности точки x0 которые в прообразе не содержат других точек т нашей стационарной группы ну и это и обозначает что они дискретно ну и отсюда уже в общем то лежит более менее прямой путь к тому что утверждается о том что у нас это тор вы наверное это уловили уже ну и тогда мы опишем все сюда включающий пример такой дискретной группы в которой есть линейная оболочка некого набора векторов линейно независимых ну а дальше есть утверждение которое позволяет это доказать будет сформулирован в виде леммы дальше там небольшое геометрическое рассуждение которое мы оставим вам в качестве самостоятельного упражнения и отошлю за справкой где это можно взять давайте приведем пример такой дискретной группы пусть у нас Е1 ЕК это система из К линейно независимых векторов РН ну при этом К у нас конечно же как мы понимаем лежит вот в таком пределе множество всех их целочисленных комбинаций множество всех целочисленных комбинаций этих векторов ЕТ которые получается имеют вид М1 Е1 плюс МК ЕК где М ИТ принадлежит множеству целых чисел образуют дискретную подгруппу ВРН Ну и например мы можем дискретную подгруппу плоскости увидеть соответствующий рисунок для этого мы какой-то артобазис на этой плоскости введем вот у нас есть некая точечка из которой два линейно-независимых вектора Е1 и Е2 изобразим и дальше у нас дискретная подгруппа это просто набор точек которые у нас периодически лежат на этой плоскости но я давайте какое-то количество их изображу так ну не очень у меня получилась решетка такая в виде параллелограмма элементарные ячейки но вы поняли к чему я кланю надеюсь вот у нас подгруппа ну и тогда дискретные подгруппы ВРН рассмотрим следующим оказывается оказывается что вот этот пример он по сути исчерпывает все дискретные подгруппы ВРН ну и строго это фактически содержится в леме-3 пусть пусть гамма большое дискретная подгруппа группы РН тогда существует k из интервала от нуля до n из отрезка линейно-независимых векторов Е1 Екаты принадлежащих гамма такая что такие что гамма есть в точности множество их гамма есть в точности множество всех их целочисленных комбинаций я не буду подробно останавливаться на доказательстве этого утверждения могу только схематично показать откуда это следует фактически мы в этом доказательстве двигаться будем увеличивая размерность и строя соответственно все время одну и ту же структуру которая даст нам соответствующие утверждения оставим пока само утверждение лемы ну схематически доказательство очень просто выглядит нам нужно рассмотреть ну чтобы про расстояние говорить евклидово структуру в рн произвольную какую-то эвклидово ну и тогда мы всегда имеем что у нас точка о принадлежит нашей дискретной подгруппе естественно если гамма е исчерпывается то лема доказана если нет то значит существует если гамма не равно то существует е0 которое не равно нулю и что мы имеем тогда мы имеем некую прямую векторов r e0 ну и дальше что мы говорим пусть вначале у нас все точки на этой прямой лежат тогда мы выбираем точечку которая лежит внутри шара радиуса e0 если какая-то точечка у нас есть e1 к примеру то дальше все соответствующие точки из гамма просто имеют вид m на e1 или лямбда на e1 и все принадлежат нашей прямой если мы опять гамма исчерпали то все хорошо если нет ну то есть там есть только одно доказательство одно тонкое место пускай у нас вот мы на нарезали эти точечки e1 там 2 e1 и так далее то есть в общем у нас есть точечки m e1 и пусть у нас какая-то точка не попадает в эту решетку тогда у нас она попадает в некий вот этот отрезок ну и если мы из нее вычтем целое число периодов то значит что оно лежит вот здесь а мы по выбору нашего e1 считали что оно минимальное то есть ближайшее по расстоянию лежащее в этом шаре e0 радиус e0 пришли к противоречию значит все лежат в таких отрезках далее если у нас не исчерпываются все точки которые лежат на прямой мы добавляем еще одно измерение и там какие-то точечки которые образуют вот такую целочисленную решетку которая из e1 e2 будет состоять то есть e2 у нас попадает в некую ячеечку и дальше мы повторяем рассуждение то есть строим тогда цилиндр ось которого e1 а радиус который есть расстояние до ближайшей точечки из нашей области если так то тогда все остальные будут целочисленными комбинациями если опять что-то попадает в центр по предположению то тогда опять рассуждение повторяется про близость наименьшее расстояние до прямой r e1 ну ясно что r e1 r e0 это одно и то же да и так далее далее мы все точки в пространстве перечисляем по принципу что мы выбираем точечку ближайшую к плоскости r e0 плюс r e1 и так далее если трехмерия недостаточно так продолжаем построение до ка всегда у нас такое существует и таким образом мы считаем что схематично мы нашу лему рассуждения провели докажем лему 2 которая нам говорит что наше многообразие уровня первых интегралов дефиоморф н-мерному тору для этого рассмотрим прямое произведение к окрестностей рассмотрим прямое произведение к окружности и n-минус к прямых т.к.р. n-минус к которые есть вот что то есть у нас первый набор с к чисел это угловые т.к.р. n-минус к то есть у нас первый набор с к чисел это угловые координаты на окружностях а у это координаты на прямых таким образом что фи это у нас по модулю 2пи определенная величина ну и вместе с этим вот произведением прямым рассмотрим вместе с т.к.р. n-минус к естественное отображение п который у нас р н отображает в наше прямое произведение ну п от фи у это у нас фи по модулю 2пи у ну то есть по сути дела мы помещаем это все на прямое прямое произведение ну то есть вот наши какие угодно фи из первых компонентов декартовой степени р н помещаем на тор таким образом точки фи 1 ф 1 извините фк которые принадлежат р н ф и т имеет координату фи и т равное 2пи а все остальные фи житые 0 и у равняется 0 переходят при п в ноль при отображении п в ноль ну и пусть е1 ек вектор вектора нашей стационарной группы которая является под множеством р н это образующие стационарной группы гамма согласно утверждению леммы 3 отобразим линейное пространство р н с координатами фи и у на пространство р н т так чтобы вектора фи и т и переходили в е и т в образующие ну и пусть а из р н в р н как раз такое отображение такой изоморфизм так как у нас размерности одинаковые то естественно он существует заметим теперь что р н фи и у задает карты в прямом произведении тк р н минус к а р н т карты нашего многообразия м.ф но так как м.ф. по условию компактно тока равняется n и м.ф. есть n-мерный тор на этом мы доказательства леммы 2 исчерпали ввиду леммы 1 мы доказали 1 и 2 утверждения теоремы ввиду леммы 1 мы уже доказали первое и второе утверждение теоремы Лью-Вилле и более того и более того построили Угловые координаты на МФ, которые у нас есть φ1, φn по модулю 2π. Покажем, что под действием фазового потока с функцией Гмельтона H. Покажем, что под действием фазового потока. С функцией Гмельтона H угловые координаты φ меняются равномерно. Иными словами, движение на торе МФ условно-периодическое. Так как МФ инвариантно относительно фазового потока с функцией Гмельтона H, то F1, Fn остаются постоянными. Ну, это легко увидеть, так как МФ, ну, на МФ, конечно. Это такие точки Х, где F равняется F, а наш фазовый поток не выводит нас за МФ. Ну, и таким образом на МФ динамика F и Т определяется каноническими уравнениями. ДФи по ДТ. Это у нас ДНПДФ, который есть Омега в функции Ф. Ну, и, следовательно, φ от Т. Есть φ от нуля плюс Омега умножить на Т. Фи и Т с точкой равняется Омега и Т от F. Причем, если у нас частоты в некой точке, а они, естественно, у нас будут зависеть только от F и Т, то есть вот от этих константы, значит, при определенном наборе у нас в доле МФ, то, естественно, F и Т будут постоянными. Значит, и частоты будут постоянными. Если они рациональны, то тогда движение просто периодическое. Мы по нашему н-мерному тору возвращаемся в некую точечку, спустя количество оборотов, которые есть в произведении этих вот рациональных чисел, числителей и знаменателей. И если же это иррациональное соотношение частот, то тогда можно показать, что движение будет условно-периодическим, то есть мы будем оказываться в сколь угодно близкой окрестности начальной точки. Ну и это как раз то утверждение, которое от нас требуется. Ну и АРНВРН задает дефемиорфизм. А с тильдой, который у нас ТК прямо на РН-К отображает ВРН. Ну и для того, чтобы понять, как нам, соответственно, попасть в эту точечку, мы должны, ну что, заметить, что у нас диаграмма такого вида коммутативная. РН-исходная, ФИ-Игрик, с помощью А идет у нас ВРН, которая есть Т, и далее с помощью нашего дефемиорфизма Ж отображается в нашей МФ. А наша проекция из РНФИ-Игрик получает наш ТК прямо на РНН-К, которая дифеморфно с помощью А стильды отображается в МФ. Ну, в силу коммутативности мы видим, что доказательство утверждения 3, теорема Лью-Вилля, закончено. То есть, третья из теоремы. Ну и, наконец, для того, чтобы обосновать четвертое утверждение теоремы Лью-Вилля, мы хотим с вами специальным образом построить каноническое преобразование так, что оно даст нам координаты специального вида. И тогда мы конструктивным образом увидим, что действительно в этом случае теорема Лью-Вилля гарантирует интегрируемость в квадратурах нашей исходной системы. Для этого рассмотрим эти как раз специальные переменные. Называются они переменные действия угол. Мы фактически с вами уже часть из этого материала предварительно рассмотрели, а именно мы с вами видели по размерности некую функцию, которая была в свое время интегралом от функции Лагранжа, которую мы называли действием. И оказывается, что в силу особенностей именно Гамильтонового потока такие переменные на совместной поверхности уровня первых интегралов сохраняются, и их специальным образом назвали переменными действиями. Дуальные же к ним переменные – это переменные, которые как раз определяют параметризацию нашего исходного тора, и они как раз угловые. В этом смысл, по большому счету, нашего рассмотрения. Итак, приступим. В условиях теоремы Леувилля, я, извините, для краткости опускаю, что она Арнольда Леувилля, везде в сегодняшней лекции теорема Леувилля – это, естественно, теорема Арнольда Леувилля. Можно выбрать симплектические координаты. которые мы будем обозначать и большую Фи, такие, что первые интегралы Ф зависят только от И. А Фи – угловые переменные на торе МФ. Давайте попытаемся такие переменные ввести. В пункте 1 сегодняшней лекции мы исследовали одну единственную связанную компоненту Многообразие уровня Интегралов МФ Такие иксы, что Ф от Х равняется Ф. Тут уже все векторно обозначаем. МФ есть по соответствующему рассуждению Тор-Н-мерный, который инвариантен относительно фазового потока. Далее мы на этом Многообразии выбирали угловые переменные. Такие, что у нас фазовый поток или канонические уравнения принимали наиболее простой вид, который непосредственно нам позволял сразу предъявить решение. Выбрав угловые координаты Фииты на МФ Такие, что фазовый поток с функцией Гамильтона Фазовый поток с функцией Гамильтона H, в качестве которого мы взяли F1, принимает на МФ особо простой вид. Ну и отсюда Фи от Т сразу можно предъявить. В таком виде. И теперь рассмотрим Мы же по сути дела с вами только некое подмногообразие нашего фазового пространства рассматривали. Н-мерное, потому что все оно двойн-мерное. Ну и теперь рассмотрим окрестность Н-мерного многообразия МФ в двойн-мерном фазовом пространстве. МФ имеет окрестность которая дефиоморфна прямому произведению Н-мерного Тора ну это у нас само МФ да на Н-мерный диск ДН это у нас шар в Н-мерном эвклидовом пространстве. координаты фи-ит и ф-ит где ф-ит это наши интегралы которые вот на этом МФ естественно задают их значение Ф-маленькое и Т выбор нашего МФ фиксируют а в целом пространстве то есть вот в такой окрестности задают дефиоморофизм МФ окрестность МФ давайте не будем мельчить окрестность МФ ТН на ДН да ну почему они могут быть хорошими координатами потому что у нас по одной из наших лем а точнее по условию один формы ДФ и Т просто линейно независимо поэтому они могут быть взяты хорошими координатами во введенных координатах Ф-фи фазовый поток с функцией Гамильтона H равный F1 записывается опять в простом виде системы 2Н обыкновенных дифференциальных уравнений ДФ по ДТ 0 ДФ по ДТ равняется Омега как функция Ф которая немедленно интегрируется ну в силу того что у нас производная по времени 0 Ф от Т будет всюду равно Ф от 0 в каждый момент времени ну а так как это константы то подставляя сюда мы получаем тоже константы и Фи от Т есть Фи от 0 плюс Омега на Т ну давайте так в явном виде напишем Омега от F от 0 на Т но при этом стоит заметить что в общем случае это же наши какие-то первые интегралы и поэтому выбранные вот так просто координаты Фи и Ф не являются симплектическими ну и следовательно хоть мы и можем как-то так проинтегрировать это все это нам общему формализму слегка вредит поэтому заметим что существует специального вида координаты которые являются функциями от F которые мы будем обозначать буковкой I функция F ну и естественно что это у нас набор из N таких переменных такие что уже вот эти новые функции которые новые переменные функции F исходных являются симплектическими то есть исходная симплектическая структура омега-2 выражается через них обычным образом выражается D и T внешне на D и большое и T на D и T переменные которые таким удовлетворяют свойством I называются переменными действия ну и вместе с угловыми переменными F образуют в окрестности MF систему канонических координат ну которые уже называются переменными действия угол действия угол это те специальные переменные которые мы стремимся получить величины I T это у нас первые интегралы системы с функцией Гамильтона H равное F1 как функция от первых вот первых интегралов F и T давайте ну и обратно F может быть выражена как функция от этих новых переменных действия от угловых зависимости не будет но мы так все будем подбирать каноничность это же обозначает что все хорошо что у нас не вырождена соответствующая синкликтическая структура значит можно применить теорема неявной функции разрешить эти соответствующие выражения локально относительно F ну и в частности H равное F1 тоже является только функцией переменных действия тогда уравнение фазового потока 1 принимает вид dI по dT равняется нулю и dF по dT равняется омега от и давайте построим переменные действия угол и начнем это построение с простейшего случая когда у нас система одну степень свободы имеет то есть когда все разворачивается на фазовой плоскости PQ а затем кратко упомянем как обобщить это все на R построение переменных действий угол в случае одной степени свободы система с одной степенью свободы на фазовой плоскости PQ задается функция Гамильтона которая естественно тоже является функцией от PQ я не буду много примеров приводить но мы с вами гармонический осциллятор естественно помним что это 1 2 P в квадрате плюс Q в квадрате в простейшем случае ну или умноженное на некие коэффициенты соответствующие жесткости и масс mh ну в котором в данном случае что у нас давайте аж малым обозначим значение функции Гамильтона это констант специально это у нас компактная замкнутые кривые ну в случае когда у нас вот такой Гамильтониан это понятное дело что похоже на окружность или эллипс и следовательно мы попадаем в теорему Лиувиля при n равном 1 ну то есть это у нас вот это это пример гармонический осциллятор вот с таким Гамильтонианом то есть давайте я вот это все в таких фигурных скобочках рассмотрение помещу тогда чтобы построить переменные действия угол будем искать каноническое преобразование для построения переменных действий угол будем искать каноническое преобразование которое у нас с координаты PQ посылает в координаты и фи удовлетворяющие двум условиям первое из них это то что переменное действие будет зависеть только от нашей постоянной интеграла энергии и второе условие это то что у нас интеграл по нашему многообразию уровня функции H большое M H малая от 1 формы Dφ будет равен 2π давайте эти условия обозначим цифрой 3 тогда если мы такие переменные найдем задача решена ну что значит искать каноническое преобразование мы с вами из предыдущего материала лекции помним что определяется оно производящей функции к примеру если мы производящую функцию найдем то значит мы решили задачу и каким образом мы будем искать следовательно будем искать производящую функцию который у нас будет зависеть от новых импульсов и старых координат тогда из материала предыдущей лекции мы понимаем что у нас существует уравнение которое связывает старый импульс P и частные производные производящие функции по старой координате Q и тогда конечно же φ сопряженная переменная это у нас ДС Q по ДИ ну и производящая функция мы помним что это полный интеграл уравнения Гамильтона и Коби в котором у нас Гамильтониан в данном случае что мы должны сделать заменить импульс в нем с помощью производящей функции ДС по ДК оставить Q и равно это какой-то величине H малая зависящее только от И вот эти вот равенства обозначим цифрой 4 ну пока еще этого не знаем но давайте предположим что H от И известно что тогда нам это дает построение что H от И определена и известно ну и кроме того обратимо нам это потребуется для того чтобы соответствующие делать выводы так что каждая кривая МФ ну она у нас в данном случае уже МН H пускай обзывается определяется значением I определяется значением наши переменные действия то есть M H это у нас M от H H I ну то есть с помощью обращения мы можем понять какому переменную действию соответствует наша кривая тогда при фиксированном значении I из уравнений 4 имеем D S при константа это у нас P D Q ну и это соотношение определяет на кривой M H от I вполне себе определенную дифференциальную один форму D S интегрируя вдоль кривой M H от I эту один форму получим в окрестности точке Q0 функцию которая есть как функция верхнего предела интеграл от нашей один форма P D Q это функция к сожалению ну ну с одной стороны будет производящий функции преобразования 4 в окрестности в окрестности точки и Q0 и Q0 но мы увидим что эта функция многозначна потому что при интегрировании вдоль замкнутого контура приращение у нас не обязано быть равным нулю ну давайте первое из условий 3 выполняется автоматически при этом то есть и у нас это просто функция от значения константа H а чтобы удовлетворить 2 ну второму условию второму из 3 рассмотрим нашу функцию в целом при обходе замкнутого контура обходе замкнутой кривой интеграл от нашей формы PdQ получает приращение дельта с и ну которое равно площади P ограниченное кривой M H от и ну поэтому S это многозначная функция на H на M H от I она определена с точностью до прибавления целого кратного P H H С одной стороны, это не такая уж беда, потому что мы на первое уравнение не ощутим никакого влияния. Ну то есть на уравнение ds по dq это не влияет, но на ds по di, который определяет φ, мы получаем неоднозначность. Ну как собственно и должно быть, потому что угловая переменная у нас, только потом мы ее по модулю 2π берем, а так это вообще-то никто и не запрещает испытывать приращение. Эта производная определена с точностью до такого вот слагаемого dpdi, ну давайте тут прямую производную напишем уже, от нашего дельта Si. Ну и формулы 4 определяют 1 форму dφ на mh от i и интеграл от этой формы на mh от i как раз равен dpdi от дельта S от i. чтобы выполнялось второе из условий 3, интеграл под mh от i dφ равняется 2π, нужно чтобы dpdi дельта S от i равнялась 2π, ну или i есть дельта S на 2π, а мы помним, что приращение это площадь, деленная на 2π, где p, интеграл от mh от i, pdq, площадь, ограниченная кривой, h равняется h. Определение, переменные действия в одномерной задаче с функцией Гамильтона h от pq, называется величина и зависящая от константы нашего Гамильтониана h, которая есть как раз отношение площади нашего Гамильтониана, ограниченная, извините, вот такой кривой для константы Гамильтониана h делена на 2π. Пусть к тому же зависимость p от h такая, что производная dp, pdh не 0. Тогда мы можем определить обратное отображение и от h функцию h от i. Справедлива теорема. Пусть производящая функция s от i большое q малая, это есть интеграл от q0 до q, p от формы p до q, при h равном h малая от i. и тогда соотношение 4 задают каноническое преобразование pq и φ удовлетворяющие условиям 3. То есть, вводит таким образом переменные действия у. Наконец, кратко, мы коснемся, как обобщить эту ситуацию, как построить наши переменные действия угол. Мы видим, что уже это в одном случае одной степени свободы уже не так просто. Но в случае n степеней свободы, даже при n равном 2 и 3, по сути дела, можно по пальцам одной руки пересчитать. Ну, нет, немножко я, конечно, преувеличиваю. Но, в общем, этих число примеров, которые можно построить переменные действия угол, совсем ограничено, ну, потому что мы с вами понимаем, что построив переменные действия угол, мы тут же получаем интегрируемую в квадратурах систему, и, значит, для нее выполняется теорема Леувиля. Так как таких систем мало, то, следовательно, и разделений переменных достаточно мало. Следовательно, переменных действий угол можно ввести в достаточно малом количестве случаев. Ну, давайте мы все-таки построение переменных действий угол, чтобы завершить доказательство теоремы Леувиля, рассмотрим как раз в R2N. То есть, дана у нас система с N степенями свободы, заданная в R2N, которые снабжены стандартной системой координат PQ, канонической, функции Гамильтона H от PQ известно, и имеющая N первых интегралов в инволюции. То есть, F1 мы по-прежнему произвольно считаем H, F2 и так далее Fn. Ну, и мы уже по предыдущим всем рассуждениям до построения переменных действий угол доказали, что в этом случае у нас мы попадаем в область действия теоремы Леувиля в случае компактного поверхности уровня. И это обозначает, что у нас есть N-мерный тор, на котором есть, конечно, базисные циклы. И пусть Гамма-1, Гамма-N это у нас базисные, одномерные циклы тор и МФ. При этом мы опять получаем, что приращение координаты ФИИТЭ на цикле Гамма-ИТЭ равно 2Пи. На цикле Гамма-ЖИТЭ давайте. 2Пи при И равно ЖИ и 0 при И не равно ЖИ. Теперь можно, конечно же, тоже те же соображения привести, но мы сразу положим, что вот такие функции и от F у нас есть, и ХН штук, и ИТЭ, и большое с индексом И малое, которые определяются как единица на 2Пи, интеграл по нашему соответствующему циклу Гамма-ИТЭ от формы ПДКУ. Определение. Н величин и ИТЭ от F, заданные соотношением 5, называются переменными действиями. Тогда осталось некое ограничение, и после этого схема доказательства соответствующей теореме. Пусть при заданном значении F ИТЭх, n интегралов F большой ИТЭ, н величин и ИТЭ независимы. То есть определитель матрицы ЕКОБИ ДИ по ДФ малая, в конкретной точке F не 0. Тогда в окрестности тора МФ можно принять введенные нами ИЭФИ за координаты. Финальное утверждение, которое нам, по сути дела, даст доказательства теоремы Леувиля в такой трактовке. Теорема. Преобразование PQ и ФИ каноническое, то есть сумма ДПИТЭ прямо ДКУИТЭ равняется сумме ДИТЭ прямо ДФИИТЭ. Ну и фактически дальше мы ищем, опять же, производящую функцию такого преобразования. Если она найдена, то мы понимаем, как выразить соответствующие переменные. И, значит, мы получаем соответствующую систему в виде Н сохраняющихся величин ИИТЭ, которые в силу того, что у нас построена специального вида система, то есть равномерно меняются у нас угловые переменные дают намотку, условно, периодическую, а ИИТЭ сохраняются и дают нам таким образом выбор нашего тора инвариантного. Мы получаем возможность проинтегрировать все в квадратурах. Ну и давайте я только скетч доказательства вам приведу. То есть мы рассматриваем на МФ 1 форму ПДКУ Мы помним, что МФ нулевое, следовательно, 1 форма на МФ замкнутая. То есть ее внешнее произведение ДПДКУ на множестве МФ равна нулю. Ну и отсюда следует, что С от Х, которая есть интеграл от Х нулевое до Х, ПДКУ на нашем МФ не изменяется при деформациях пути интегрирования в силу теоремы Стокса. и С от Х получается многозначная производящая функция на МФ. Многозначная функция на МФ. ПЕРИЮДЫ ЕЁ ПЕРИЮДЫ ЕЁ У ПЕРИЮДЫ ЕЁ ПЕРИЮДЫ ЕЁ ПЕРИЮДЫ ЕЁ при обходе жилья извините, это у нас интеграл от 1 формы С по-басному циклу и тому это как раз и есть 2Пи. пустик с 0 такая . Нашего многообразия МФ, в окрестности которой n переменных Q служат координатами на МФ. Так что под многообразием МФ нашего фазу пространства R2n задается n уравнениями. В односвязной окрестности точки Q0 определена однозначная функция S от ИКУ, которая есть интеграл от Q0 до Q. Наши один формы P как функция от ИКУ по ДКУ. Это производящая функция канонического преобразования, которая от канонических переменных ИКУ переводит нас в переменные действия угла ФИ. Так что P равняется ДС по ДКУ по-прежнему, а ФИ равняется ДС по ДИ. Можно проверить, что эти формулы дают каноническое преобразование в окрестности МФ. Нашего тора МФ, при этом координаты ФИ будут многозначной с периодом. Дельта ИТА от ФИИТА. Есть Дельта ИТА по ДС, по ДИ ЖИТА. Меняем порядок дифференцирования и нахождения приращения. Ну а дельта ИТС было только что определено, это есть 2П на ИТ, ну и есть просто дельта ИЖ на 2П. Ну и это доказательство нашего утверждения, которое на правой доске, вы видите, заканчивает. Что же тогда мы в результате получаем? Все построения содержали лишь операции обращения функции и вычисления интегралов. Ну и отсюда следует, что решается в квадратурах исходная задача. И следовательно, утверждение 4 теоремы Лиувили закончено. На этом мы заканчиваем наш курс лекций. И фактически классические вопросы, связанные с ньютоновой механикой, лагранжевой механикой, гамильтоновой механикой и даже в частности интегрируемыми гамильтоновыми системами, заданных на многообразиях, фактически завершили. В результате показаны были исключительные координаты переменные действия угол, в которых удается в случае их введения проинтегрировать исходную задачу в явном виде. А также мы сделали вывод о виде многообразий, которые заметают условно периодическое движение таких систем в случае компактности многообразия уровня функции, которая является первыми интегралами нашей исходной системы, которая находится в инволюции. Два буквально замечания. На самом деле у нас вполне интегрированная система по Лиувилю называется недаром. У нас, естественно, существуют точки и даже множество меры ноль, в которых теряется независимость наших интегралов. То есть когда у нас фактически градиенты наших функций становятся зависимыми, в этих точках происходят перестройки различных, относящихся к таким точкам, в которых эта независимость наблюдается, компонент связности совместных поверхностей уровня наших функций. И в частности это и называется бифуркациями Лиувилевых Торов. Их классификации посвящена содержательная теорема, содержательная теория Мищенко-Фоменко и многочисленная теорема симплектической геометрии. Спасибо за внимание. На этом заканчиваем. Продолжение следует...